МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я очень рад, что мой фильм попал в международную конкурсную программу кинофестиваля в Ханты-Мансийске. Это первый фестиваль моего первого полнометражного фильма. До этого я снимал короткометражные ленты. В них я очень трепетно создавал на экране женский портрет. И в этом фильме, как актриса, я продолжил эту тему. Во Франции, как актриса, выйдет в прокат уже после Духа огня. Так что югорчане увидят ленту Себастьяна Баи раньше французов. В начале марта в Ханты-Мансийске состоится мировая премьера ленты. А вот фильм «Узлы» российского режиссера Олега Хомокова первыми увидели зрители в Китае. Был полный зал, все прошло прекрасно. Атмосферная лента Олега Хомокова позволит югорчанам увидеть красоту Кабардино-Балкарии и познакомиться ближе с ее эпосом. Сценарий фильма – это современная интерпретация легенды о башне Адиюх. Зрелый мужчина строит для своей юной жены дом, который становится неприступной крепостью. Конечно же, я рад и горд появлению моего фильма в международной программе фестиваля «Дух огня». Эта площадка важна и нужна режиссерам, которые делают первые шаги на поприще кинематографа. Важна тем, что фестиваль предоставляет возможность встречаться с людьми, с именами, с профессионалами, с большой буквы. Кстати, возглавит международное жюри прославленный российский режиссер Павел Лунгин. Ему и его коллегам из Индии и Кыргызстана предстоит оценить семь лучших мировых дебютов 2022 года. В международном конкурсе в этом году участвуют работы режиссеров из Тайваня, Индии, Ирана, Японии, Франции, Аргентины, России. В международном жюри мы старались соблюсти баланс, чтобы у нас были представители и Европы, и Азии, и мужского, и женского взгляда, чтобы они судили фильмы с разных точек зрения. И нам это, как мне кажется, удалось. В российскую конкурсную программу «Духа огня» вошли шесть фильмов, в том числе работа молодого режиссера Малеки Мусаевой. Фильм «Клетка. Ищет птицу перед духом огня» побывает на Берлинском кинофестивале. Это один из самых обсуждаемых дебютов. Так действие фильма происходит в одном из сельских поселений современной Чечни. Героиня несколько девушек, каждая из которых пытается отстоять свое право на свободу и собственную жизнь. К слову, актрис в работе нет, все персонажи – настоящие жительницы Кавказа. Русский конкурс у нас становится все более значительным. Поэтому с этого года меняется регламент. Мы в русском конкурсе тоже будем вручать «Золотую тайгу». Теперь «Золотая долга» становится приз за режиссуру имени Сергея Соловьева. И фонд семьи Соловьевых добавляет к этому призу и денежный приз в 500 тысяч рублей. В этом году начнет свою работу масштабный проект «Академия Духа огня». Он объединит лаборатории, мастерские, школы, этнокино. «Академия» откроет новые горизонты для международного сотрудничества и новой локации для съемок большого кино. Добро пожаловать в игру всегда с кино, другими вашими талантами. Земля, которая примет каждого из вас и создаст условия для вашего развития. Конечно же, Дух огня порадует не только авторскими фильмами. Кинофестиваль, как всегда, удивит культурной программой. О, когда говорят о змеях за территорией Ла Пеппи, я всегда вспоминаю, как я дралась с гигантской змеей в Индии. Вот однажды она решила полакомиться мною, она обвелась вокруг меня, но я не растерялась, я изо всех стукнула ее по голове. Бах! Тут она как зашипит. А потом я еще раз ей бац! Тогда она... Да-да, вот точно так было. Очень страшная история. Так, например, в озорную Пеппи Длинный Чулок на Духе Огня перевоплотится актриса Юлия Пересильд. Известно, что она же станет ведущей церемонии открытия 21-го фестиваля. Все самое интересное организаторы кинофорума, как всегда, держат в секрете, чтобы ближе к событию успеть удивить и впечатлить постоянных ценителей киноискусства. Анна Шуркевич, специально для программы «Больше чем новости». Это «Больше чем новости». Смотрите далее в нашем эфире. Троянский конь в вашем мобильном. Журналисты столкнулись с эфиристами лично. Как один затянувшийся разговор с мошенником перерос в сюжет о новых видах развода по телефону. Ферма на карантине. Громкая история с массовой гибелью коров в Нефтьюганске объединила полицейских, ветеринаров и активистов. Почему не удалось помочь животным ни при жизни, ни после? И кто ответит за случившееся? Уступите дорогу. Чем заканчивается история о водительском хамстве? Когда маячки и спецсигналы не являются аргументом, чтобы пропустить скорую или пожарную машину. В Телеграме участились случаи взлома аккаунтов. Мошенники используют новую схему. Все начинается с того, что пользователю сначала приходит сообщение от уже взломанного знакомого. В нем он просит помочь с деньгами или, скажем, проголосовать за племянницу на детском конкурсе. Далее приводится ссылка. Она-то и ведет на фейковый сайт. При попытке проголосовать ресурс запрашивает номер телефона и код. Сообщать эти сведения нельзя ни в коем случае, иначе сторонние люди получают доступ к вашим контактам, группам и подпискам. Чтобы избежать подобной ситуации, надо подстраховываться. Зайти в меню настройки, выбрать конфиденциальность, нажать на активные сеансы и отключить все устройства, которые вам не принадлежат. Кроме того, там же нажать двухэтапную аутентификацию. Это перекроет мошенникам доступ к вашему аккаунту. А вот телефонным мошенникам югорчане подарили 60 миллионов рублей, и это только за первый месяц наступившего года. Злоумышленники выманивали деньги под самыми разными предлогами, будь то покупка или продажа товара. Представлялись сотрудниками банков или полицейскими. Вот и моему коллеге Михаилу Светышеву тоже позвонили. И такой получился занимательный диалог. История, как телефонные аферисты хотели обхитрить журналиста, и что из этого вышло. Смотрим. У меня зазвонил телефон. Но звонил вовсе не Слон, а незнакомый молодой человек с незнакомого номера через WhatsApp. Причем абонент был отмечен логотипом известного российского банка. Сотрудником которого он представился. И заявил, что кто-то пытается войти в мой личный кабинет. 10 минут назад был выполнен вход в ваш личный кабинет из Саратовской области, из постороннего устройства. Вы кому-либо предоставляли то, что данная область? Нет, не предоставлял. Не предоставляли. Скажите, карты нашего банка и паспорт не утеряны, находятся при вас? Не утеряны, находятся при мне. Собеседник настойчиво убеждал меня, что надо срочно спасать сбережения. И не дать возможности мошенникам оформить кредит на мое имя. Давайте я сейчас схожу в правоохранительные органы и в адекватное заявление. Давайте с этим проведем регламентные работы. Это не займет много времени. Регламентные работы заключались в следующем. Я должен был забить в поисковик Google Play слово поддержка. И вот чудо. Сразу же выскакивала рекомендация приложения удаленный рабочий стол AnyDesk. Молодой человек настаивал, чтобы я установил его на свой телефон. То, что поисковик выдал именно эту программу, не случайность. Заинтересованные лица оплачивают как рекламу выдачу приложения удаленного доступа по ключевому слову поддержка. Предоставлю вам доступ к своему устройству, да? Нет, вы предоставите доступ к системе банка. А я не хочу системе банка. Зачем система банка будет рыться в моих личных данных? Никто рыться в моих личных данных не будет. Мы поставим установлен индуклатор на защитную мошенничный кабинет. Тем самым, где активируем постороннего устройства. Однако удобная программа удаленного доступа может стать троянским конем в вашем телефоне. Программа удаленного доступа позволяет мошенникам без вашего ведома осуществлять перевод денежных средств с одного счета на другой счет. Также оформляет кредиты на вас без вашего ведома. В том числе, осуществляет другие операции, о которых можете не знать. В дальнейшем может привести к тому, чтобы вам будет причинен значительный материальный ущерб. Полиции объяснили, что представители банков никогда не проводят финансовых операций по телефону и не требуют выполнять каких-либо действий. Так же, как и правоохранители. Сотрудники профильных органов могут только обращаться к гражданам, вызывая их для личного участия любые звонки по телефону с предложением того, чтобы сообщить какие-то свои личные данные, в том числе и просьбу перевести денежные средства для каких-то услуг, участие в следственных действиях невозможной. Когда незнакомый собеседник, кем бы он ни представлялся, требует от вас скачать приложение, перевести деньги, взять кредит или назвать личные данные, следует немедленно прервать беседу и перезвонить на горячую линию своего банка, номер которой указан на карте. Когда мнимый сотрудник банка понял, что на роль жертвы я не гожусь, разговор стал более откровенным. Ну а теперь давай личные вопросы. Сколько вы получаете с каждого клиента? Какой процент? Я не могу вам размучить данную информацию, так как данная информация не является актуальной сейчас по данному вопросу. Очень актуально. Мне просто хочется узнать личную заинтересованность вашу, когда вы обманываете людей. Сколько вы имеете с этого? Семь лет, сколько вы наработали? И вообще, может быть, я хочу устроиться к вам на работу, если меня заинтересует зарплату. Ну, полторы тысячи в неделю. В среднем получать полторы тысячи долларов в неделю очень неплохо. За такие деньги нечисто плотные люди готовы представляться кем угодно. И для них не важно, что они оставляют своих жертв без средств к существованию. Ничего личного. Просто бизнес. И потерпевшие своей доверчивостью поддерживают деятельность мошенников. Михаил Светышев, Регина Гауфе, Сергей Зайкин. Специально для программы «Больше чем новости». Нижневартовск. Если медицина лечит человека, то ветеринария – все человечество. Под этим лозунгом на этой неделе собрались в Ханты-Мансийске сотни лучших ветеринаров из Югры, Ямала, Москвы и Екатеринбурга. А на онлайн-связь выходили их коллеги из Новосибирска и Минска. Одной из тем для обсуждения стала новая правовая конструкция по обращению с животными, принятая в округе. Отталкивались от постулата. Каждое животное в Югре должно иметь владельца. К 2025 году будут достигнуты вот какие показатели. Учет домашних животных составит 100%. Численность животных без владельцев по отношению к общей численности животных снизится до 5%. А обеспеченность приютами для животных достигнет 95%. Это абсолютно профессиональный диалог, как и я сказала. Мы обсуждаем наши планы профилактических мероприятий, решаем четко, узко поставленные задачи, которые стоят перед ветеринарной службой Югры. Можно ли назвать жестоким обращение с животными в следующем случае? На этой неделе в Нефтьюганске активисты привлекли внимание к одному из фермерских хозяйств. Здесь случился падеж животных. У коров обнаружили лейкоз. Очень заразное заболевание. Зоозащитники узнали, что тела погибших животных никто не утилизировал. Между тем выяснилось, что само хозяйство несколько месяцев находится в убытках. Его владельцы без всякой подмоги пытались сохранить скот. В подробностях этой ситуации разбиралась Леана Киямова. Это видео сняли жители Нефтьюганска. Улица, сарай, кузов Камаза. Везде тела животных. Зоозащитники, Югры, ветеринары, общественность Нефтьюганска, да и всего региона в целом в последнее время яро обсуждают ситуацию, которая сложилась в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. Животновод содержит крупнорогатый скот именно здесь. Сейчас заходить на эту территорию нельзя. И не только потому, что это частная собственность. Это опасно. Там объявлен карантин. Именно в сарае находятся трупы животных. Лейкоз – это хроническое заболевание крупнорогатого скота. Оно передается различными физиологическими жидкостями животных, которые в этом хозяйстве находятся. Если мы выявляем этих животных, то они подлежат переводу в резервации на изолированное содержание. Отдельный доильный аппарат, отдельный персонал, отдельная ветошь. Все разделяется в этом хозяйстве. Однако общественников карантин не останавливает. Они пробиваются за забор. Помогает им в этом арендодатель. Мы являемся близкими друзьями хозяина этой территории непосредственно. Когда просто узнали о том, что здесь происходит, что здесь многочисленные трупы находятся, что не платится арендная плата, что уже большой долг за свет, что должны выключить свет, пришли с помощью. Чтобы помочь, зооволонтёры обратились в городскую администрацию, поставили в известность ветеринаров, полицию, позвали журналистов. Видеооператоров попытались провести в сарай. В дежурную часть ОМВД России по нефтьюганскому району поступило сообщение от представителей средств массовой информации о том, что на территории фермерского хозяйства, на котором введен карантин, арендаторы не пускают съемочную группу и владельца участка. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по окончании которой будет принято обоснованное решение. Сейчас на территорию без разрешения уже никто не проходит, но ворот крестьянско-фермерского хозяйства в последнее время многолюдно. Мы добиваемся, чтобы, конечно, их наказали за столько обречения животными и лишили права заниматься этой деятельностью, потому что этот конфликт уже не первого дня. Когда-то процветающие хозяйства здесь содержали несколько десятков коров и лошадей. Мясо и молоко реализовывали в магазинах. Ветеринары рассказывают, что раньше это предприятие можно было ставить в пример. Скот был ухожен и здоров, но в последнее время уход за животными оставляет желать лучшего. Клиническое состояние животных, те, которые сейчас находятся, мы считаем неудовлетворительным в связи с тем, что есть исхудание, есть недостаток жидкости. То есть мы видим отсутствие воды. Сейчас корма есть в хозяйстве, животные сейчас выходят на улицу, но вместо воды они кушают снег. Лейкос у крупнорогатого скота обнаружили в июле прошлого года. Тогда территорию закрыли на карантин. Ну а на полке продукцию поставлять запретили. После этого и начались трудности, уверяет хозяйка предприятия. Работники разбежались, накопились долги. Долгов, конечно, очень много. У нас 3,5 миллиона долг перед фондом предпринимательства, перед Егорским. Я брала на выплату кормов. Мы корма брали также в долг. Мы же должны денег за аренду. Этот мальчик ходит. Тетя Роза, денег, денег. Я говорю, Азат, да нету денег. Ну где я тебе возьму? Ну нет у меня денег. Без доярок и скотников семья Уточкиных начала следить за скотом самостоятельно. Их усилий оказалось недостаточно. Все лето животных этого хозяйства встречали на улицах города. Мы это видели граждане, которые замечали эти моменты. Значит, они нам звонили, сигнализировали по этому поводу. И мы со своей стороны что предпринимали? Естественно, значит, органы местного управления в рамках, опять же, гражданского законодательства имеют право заниматься только розыском собственника. Со своей стороны, конечно, за выгул на газонах мы ее штрафовали. Мы выносили протоколы административные и штрафы, она уплачивала. Но, конечно же, мы, кроме этого, писали и ветеринарную службу о том, что гуляют животные в Россельхознадзор. Сейчас фермер оказался практически в заложниках этой ситуации. Денег на содержание животных, оплату за аренду территории нет. Реализовывать продукцию нельзя и вывозить скот отсюда тоже запрещено. Но, как минимум, следить за состоянием коров и утилизировать умерших, невзирая на все сложности, хозяева обязаны. Мы руководствуемся ветеринарными правилами. Если мы обнаруживаем эти отходы, мы их убираем в тот момент, когда мы их обнаруживаем. То есть, единственное, что здесь должно учитываться место, время для, и место для сжигания, и время для сжигания. Но начинать утилизировать нужно сразу после обнаружения. Сейчас это хозяйство под пристальным вниманием различных служб. Утилизировать тела умерших животных, а их ветеринары насчитали около двух десятков, фермеры будут. К слову, наконец, они начали это делать. Сожгли пару голов. Два жителя Ханты-Мансийска инициировали проверку магазина, в котором, по их мнению, продают алкоголь после восьми часов вечера. А то, что рядом находятся студенческие общежития, считают молодые люди, только усугубляет дело. Югорчане пригласили нашу съемочную группу. Зафиксировать их импровизированную контрольную закупку. Что получилось из этой инициативы, смотрите в следующем сюжете. Ханты-Мансийск вечер, девятый час. По закону, несколько минут назад прекратилась продажа алкоголя в точках розничной торговли. Двое молодых людей заходят в магазин и через несколько минут выходят с черным пакетом в руках. Мы купили алкоголь, алкогольную продукцию в данном магазине. Достаньте, покажи. Два темных. Чек был? Чек нет, да. Казалось бы, все предельно ясно и факт нарушения закона налицо, но не так-то все просто. В вашем магазине произведена была покупка вольного напитка после восьми часов вечера. На том основании для общественной деятельности. Он же пришел, он же отплатился карточкой в пиво. Пять, да, вам? Да. Ничего не продавал. Не продавали? Вы тебя обманываете же? Нет. Где же он его взял? Он зашел с ним? С пивом зашел. Я его видел перед тем, как он в магазин зашел, у него не было. Да, у него, видимо, в куртке было, он здесь пакет попросил, я ему пакет дал. Наметал, что продает пиво и решил проявить гражданскую инициативу, так сказать. И что, реально вот зашли с другом и купили пиво, он без проблем, без вопросов продали, да? Да, просто попросили пакет и все. И взяли пиво, нам его пробили на кассе. Пока шли вот такие содержательные разговоры, прибыл участковый. Он попросил стороны и занялся сбором материалов. Членам съемочной группы пришлось попробовать себя в роли понятых. К слову, версия продавца осталась прежней. Я ему пакет дал, он попросил пакет, я ему дал пакет. И мы считали кассу. Паспорт можно будет вашим? У меня с собой нет. Понятно. Сейчас полицейские продолжают собирать сведения о произошедшем. Впрочем, по словам правоохранителей, доказательной базы для возбуждения дела об административном правонарушении хватает. Возбуждено административное расследование по части 3 ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. Данной статьей предусмотрено наказание в виде административного штрафа на должностных лиц. В размере 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. На юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч. В завершение не хочется говорить о торжестве справедливости. Да и решение о привлечении или не привлечении к ответственности еще не вынесено. А вот желание простых жителей способствовать законности на территории нашего региона достойно уважения. Елизавета Гутовская, Павел Желтов, Ильдар Муратов. Специально для программы «Больше чем новости». Все по честному знаку. Одноименное приложение югорчане скачали больше 2000 раз и это только с начала года. За все время работы системы к честному знаку присоединились почти 60 тысяч пользователей региона. Так они проверяли маркировку товара и отслеживали его подлинность. Так вот в округе специальные коды сканировали уже почти 280 тысяч раз. То есть цифры говорят, что пользователи системы активно обращаются к ней за сведениями. Но самих пользователей пока не так много. Меньше 5% от общего числа взрослых людей в Югре. Так что же такое честный знак расскажем в следующем сюжете. Можно ли присвоить каждому товару в России уникальный код? Можно. Для этого 5 лет назад и создали систему честный знак. Впрочем не только ради одного, а только присвоения кода. О возможности отследить судьбу каждого товара. От склада производителя до сумки покупателя. Кстати, срок годности тоже можно проверить по этому коду. Большие торговые сети сейчас перепрограммируют свои кассы таким образом, что просрочка просто не пробивается. Впрочем, некоторые только начали приучать покупателей к этой особенности. Молочные продукты под сканер автокассы нужно подставлять QR-кодом вверх. Уже многие заметили, что молочная, например, продукция пробивается на тех же кассах самообслуживания, только по вот такому QR-коду. Вот этот не читается. Смысл этого объяснили вот с чем. Его можно считать приложением честный знак. Вот как это происходит. И приложение выдает всю информацию про этот товар. Зелененький означает, что с ним все хорошо. Но мы решили пойти дальше. И попросили у продавцов со склада, снятый уже с прилавка, кефир. И проверяем его. Сразу все ясно. Срок годности истек меньше суток назад. То есть товар с прилавков сняли справедливо. И приложение это подтверждает. Код содержит всю информацию о данном товаре. Кроме того, приложение отражает сведения, когда товар выбывает из системы оборота. То есть его купили или утилизировали. Если мы берем в руки сыр, мы видим, где он произведен, кем он произведен, его состав, сроки годности, дата передвижения по территории Российской Федерации. То есть каждый логоцентр фиксирует прибытие данного товара и уход на последнюю точку для реализации потребителя. Есть в приложении интересная кнопка «Сообщить о нарушении». По задумке создателей системы, эта функция подстегнет честность продавцов. Сообщать можно о признаках контрафакта, о просроченных продуктах на прилавке. Это сообщение проверят надзорные органы. Есть такой нюанс, да? У нас потребитель сосканировал товар. Просрочка, ну, в части просрока там все нормально. Но по составу, допустим, в состав на упаковке указан один, но честный знак говорит, что должно быть совершенно другое. На самом деле это уже нарушение. Сейчас пока не все товары маркируются в обязательном порядке. Процесс полного перехода на эту систему из-за огромных объемов информации довольно долгий. Сегодня обязательной маркировке подлежат вода в бутылках, молоко и молочная продукция, обувь, товары легкой промышленности, духи, автошины, лекарства, фототовары. Заканчивается эксперимент по введению в систему кресел-колясок для инвалидов и велосипедов. Через три года в системе будут абсолютно все товары. Павел Желтов, Юрий Гурьев, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Какие еще новости стали предметом обсуждения на этой неделе, расскажем в нашей традиционной рубрике «Коротко о главном». В Югре расширили список участников специальной военной операции, которые могут получить комплексное социальное сопровождение. Такое решение приняли на заседании окружного правительства. В перечень тех, кто может рассчитывать на такую помощь, вошли работники федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба, сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. В частности, речь идет о комплексной реабилитации и обеспечении спецсредствами. Кроме того, специальное сопровождение получат и члены семей военнослужащих. Ханты-Мансийская авиалесохрана готовится к работе в огненный сезон. В феврале время для всероссийских сборов парашютно-десантных пожарных служб. Они сдают нормативы по физподготовке, экзамены по тактике тушения лесных возгораний. Также отрабатывают навыки по аварийно-спасательной подготовке, радиосвязи, ориентированию на местности и выживанию в экстремальных условиях. Борьба с огнем относится к наивысшему четвертому классу опасности труда. Вместе с работой космонавтов и шахтеров. Отмечу, что на долю игры приходится почти 50 миллионов гектаров лесного фонда, из которых все относятся к труднодоступным и удаленным районам. Поэтому воздушные тренировки включают обязательное выполнение 5 спусков с высоты 40 метров, с вертолета и 12 прыжков в заданные точки самолета Ан-2. Югорчане в возрасте до 18 лет не смогут купить газовую зажигалку. Соответствующий закон по инициативе окружного прокурора приняли депутаты Думы Югры. Ограничение продажи несовершеннолетним касается также баллонов разной емкости, в которой содержится сжиженный углеводородный газ для использования в бытовых приборах. Все дело в снифинге, разновидности токсикомании, которая получила распространение во всех регионах страны. Данный вид относится к болезням патологической зависимости, вызывающей хроническое заболевание мозга и оказывающей влияние на поведенческие особенности личности. К другим темам. Югорчане помогут жителям Сирии. Гуманитарный добровольческий корпус начал сбор помощи пострадавшим от землетрясения. Его последствия на себе ощутили почти 11 миллионов человек. Многие из них остались без крыши над головой. Людям не хватает еды и одежды. Присоединиться к доброму делу может каждый. Продукты и предметы первой необходимости ждут в пунктах сбора гуманитарной помощи. Югра не первый год помогает гражданам Сирии. Только в 2021-м туда доставили около 100 тонн вещей и провизии от северян. В окружной столице прошло первое в этом году заседание Думы Югры. Депутаты рассмотрели больше 20 пунктов повестки. Одним из важнейших стало внесение изменений в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Югре. В этот закон добавили категорию доброволец. Теперь югорчане, принимавшие участие в специальной военной операции, в этом статусе смогут получать меры социальной поддержки наравне с мобилизованными. Сегодня в округе проживает больше ста таких человек. Речь идет о помощи в газификации, бесплатном зубопротезировании и предоставлении технических средств реабилитации, а также других мерах соцподдержки. Сейчас звучит вопрос по волонтерам, поэтому я считаю, что идет обработка вот этой информации. И такие предложения, надеюсь, что в течение этого года они будут внесены или на федеральном, или на окружном уровне. В Югре продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. В регионе по-прежнему превышен эпидемический порог, причем почти на 60%. Самая сложная обстановка в Сургуте, а вот в Нижневартовске удалось стабилизировать ситуацию. Так в городе на дистанционное обучение переведены три класса в трех школах, а вот разобщенных групп в детских садах нет, да и эпид-порог в городе не превышен. Тем не менее, в образовательных учреждениях продолжают соблюдать все меры профилактических мер. Места общего пользования регулярно дезинфицируются. Введен утренний фильтр и ежедневный контроль и учет посещаемости. Среди взрослого населения ситуация также стабильная. Городская поликлиника отмечает, что за неделю наблюдается незначительный рост примерно на 10%. Пока последние три недели выявляется это вирус гриппа B, мы с ним знакомы, он выявляется ежегодно. Это острое начало, резко поднимается температура до 39 градусов, температура держится в среднем 3-4 дня. Выраженная, конечно, слабость у пациентов, это мышечные боли и выраженные боли в горле. Это вот основные симптомы, которые на сегодняшний день протекают у пациента. В Сургуте врачи спасли маму и ребенка. Сложнейшую операцию провели специалисты Центра охраны материнства и детства. Месяц назад в Акушерское отделение патологии беременности поступила пациентка с диагнозом вырастания плаценты. Отмечу, что это очень сложная патология, которая требует ювелирной работы хирургической бригады. После трехчасовой операции на 34-й неделе на свет появился мальчик весом почти 2,5 килограмма. Отмечу, что врачам удалось сохранить детородную функцию женщине. Сейчас ребенок и мама чувствуют себя хорошо. Терпеливые, заботливые, добрые, ответственные, работающие всегда на передовой, умеющие понимать без слов и принимать решения за долю секунды. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили незаменимые специалисты – медицинские операционные сестры. К примеру, в Нягоньской окружной больнице работают 26 представительниц одной из самых самоотверженных профессий в мире. Способность к сочувствию и переживанию – практически официальные требования к кандидату на должность медсестры оперблока. Для нашей героини Оксаны Комлевой это обычное и само собой разумеющееся качество характера. Она с юных лет почувствовала свое призвание – помогать, заботиться и спасать. В свое время трудилась в офтальмологии, но поняла, что нужен другой темп работы. В отделении рентгенохирургии Нягоньской окружной больницы она не работает, а по сути живет уже почти 20 лет. Без этого ритма жизни, без этого адреналина мы честно скучаем. Это работа только в команде. Здесь мы локтем чувствуем друг друга, и доктора, и санитарочка, и вся анестезиологическая бригада. Здесь нам все друг друга помогают. Операционная сестра знает не только ход операции, но и старается предвидеть наперед дальнейший ход или дальнейшее, что может произойти во время операции. Несмотря на весь этот адреналин, несмотря на всю эту тяжесть, тем более в нашей операционной рентгенхирургической, когда необходимо одевать рентген-защиту достаточно тяжелую и стоять несколько часов на операции, нам надо работать очень быстро, не теряя при этом всей интенсивности, и чтобы не страдало качество, оказываем помощь. Это такое чувство удовлетворения, пускай и усталости, но это с таким ощущением, если можно сказать, и счастья, ты выходишь из операционной, что ты помог человеку. Большинство вмешательств в оперблоки экстрены, приходящиеся на вечернее ночное время. В зависимости от сложности операции, врачам понадобится разное количество ассистента. В любой праздник и в любое время семьи медсестер готовы к тому, что мамы, жены, хозяйки превращаются практически в супергероев и идут туда, где происходит борьба за жизнь людей. Именно в эту профессию, на эту должность приходят самые грамотные, самые ответственные, самые бесстрашные медицинские сестры. Потому что работать стоя у операционного стола по 6, а порой бывает и по 10 часов, это не каждому свойственно. Насколько нужна физическая подготовка, конечно, знание своего любимого операционного дела, ход инструментального обеспечения операции, знание асептики, антисептики, знание всех санитарно-эпидемиологических норм и правил, это очень важно. Я считаю это вообще элитой нашего учреждения, потому что на них можно равняться в 7. Я так думаю, если какая-то медсестра там, допустим, какой-то свой карьерный рост изначально как бы предполагает, я думаю, что вот выше, чем операционная медицинская сестра, тут, наверное, вообще быть ничего не может. По ошибке сюда не приходит никто, поэтому и уходят отсюда только на пенсию. Из 26 операционных медсестер новеньких всего трое. Несмотря на то, что больница располагает самой современной аппаратурой, за процессом автоматизации хирургических вмешательств в будущее, без людей, которые будут ими управлять никуда. Все случаи уникальны, и никакие навигаторы не станут врачам альтернативой надежного плеча. Никакие высокие технологии не заменят пациенту сочувствие и забота. Поэтому знаменитая фраза «Сестра Скарпель» всегда была и будет актуальной, а благородная профессия медицинской операционной сестры востребованной и незаменимой. Дмитрий Ярошенко при поддержке Нягоньского телеканала специально для Больше чем новости. Югорские водители порой теряют совесть, как бы жестоко это ни звучало. За последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием спецтранспорта. Речь о скорой помощи и пожарной технике. В большинстве случаев виноваты водители, которые не уступают дорогу машинам, спешащим на экстренные вызовы. Внимание не привлекают ни спецсигналы, ни громкие сирены. Как вести себя на дороге при приближении такого автомобиля и какая ответственность ждет за помеху, расскажет Антон Войтович. Покой обычного дня прерывают звуки сирен. Это автомобили 75-й пожарной части спешат на вызов. И тут складывается ситуация, когда эффективность действия огнеборцев зависит не только от их слаженности и профессионализма, но и от вежливости водителей. До наступления критических показателей, опасных факторов пожара проходит буквально минута. Конечно, очень важно своевременно и быстро прибыть к месту пожара. Водителю допускается отступить от выполнения требований правил дорожного движения и руководствовать пунктом правил проезжать перекрестки, в том числе и на запрещающий сигнал светофора. Однако, при совершении дорожно-транспортного происшествия, это происходит затяжка по времени. То есть, к месту вызова необходимо ввести в боевой расчет технику, которая стоит в резерве. Происшествия на дорогах с участием спецтранспорта не часто попадают с водки ГИБДД, однако имеют место быть. Вот конец мая в Нижневартовске. Машина скорой пролетела на красный цвет, спешила на вызов. Водитель легковушки не пропустил спецтранспорт. Пострадал пациент скорой помощи. За месяц до этого в Сургуте женщина на Мерседесе спровоцировала массовую аварию с двумя легковушками и скорой. Два человека получили травмы. А вот 2019 год, январь. Вартовчанин за рулем Соляриса не уступил дорогу скорой. В результате водитель спецмашины скончался на месте. Одна из последних аварий с участием спецтранспорта, спешащего на вызов, произошла в конце прошлого года. Тогда водитель автобуса не уступил дорогу автолестницы. В аварии никто не пострадал, однако машинам причинен значительный ущерб. Виновного суд не может определить до сих пор. Вступают. И всегда сталкивались с таким, что... Информацию принял. Да, конечно, сталкиваемся. Даже за день. И такие случаи происходят довольно часто. Водители спецтранспорта призывают относиться с пониманием и уважением к мчащимся на вызов машинам. Более опытный водитель, на самом деле, более дисциплинированный. Молодое поколение начинающих водителей, да, не пропускают. Аргументируют тем, спешка. Спешка. Хотели успеть, не видел, да. И, тем не менее, как бы, случаются дорожные транспортные происшествия, ну, по вине водителей более не опытные. Преимущество на дороге дают только синие или сине-красные маячки вместе со специальным звуковым сигналом. В таком случае при приближении спецтранспорта другие водители должны уступить дорогу. То есть не начинать, возобновлять или продолжать движение. Не осуществлять маневры, которые могут заставить спецтранспорт изменить направление или скорость. Не будет лишним напомнить и об ответственности для тех, кто не соблюдает третий пункт правил дорожного движения. Это штраф от полутора до трех тысяч рублей, а также лишение прав. А стать пешеходом невежливые водители рискуют на срок от трех месяцев до одного года. Антон Войтович специально для программы «Больше чем новости». Поговорим о спорте. Югорчане готовятся выступить на международном турнире «Дети Азии». Он пройдет в Кузбассе. Эти соревнования проводятся раз в четыре года и вполне сравнимы с Олимпийскими играми. Для многих эти старты являются трамплином в большой спорт. В этом году участниками вторых зимних игр станут около тысячи спортсменов. Они разыграют комплекты наград в десяти видах спорта. Готовятся к этим стартам и 11 югорчан. Наши спортсмены выступают в сноуборде, лыжных гонках и хоккея. Напомню, на прошлых играх в 2019 году сборная команда Уральского федерального округа стала победителем в общем зачете. Тогда она завоевала 24 награды различного достоинства, из которых пять медалей на счету югорчан. Нынешние игры пройдут с 25 февраля по 5 марта. На этой неделе хоккеисты Югры добились исторического достижения. Нашей команде удалось в третий раз подряд завоевать кубок шелкового пути, что ранее не удавалось ни одной дружине. Этот трофей вручается по итогам регулярного чемпионата. В этом году Югра досрочно обеспечила себе этот кубок. Накануне состоялся заключительный матч регулярки. Там Югра без особых проблем обыграла Ростов со счетом 5-2. Отметим и то, что по итогам регулярного чемпионата Ильдар Шександаров стал лучшим в споре бомбардиров лиги. На его счету 50 очков, это 20 заброшенных шайб и 30 результативных передач. Кроме того, лучшим снайпером лиги стал Егор Степанов. Он наколотил в ворота соперников 28 шайб. Интересно, что Егор Степанов забросил самую первую шайбу регулярки среди всех хоккеистов и самую последнюю. Несмотря на то, что эту неделю команда провела на выезде, нам удалось пообщаться с игроками и тренером и подвести итог регулярного чемпионата. На этой неделе хоккеисты Югры добились невероятного результата. Впервые в истории ВХЛ третий год подряд Кубок Шелкового Пути достается одной команде. Дважды Югорчан к этому результату приводил Вадим Япончинцев. В этом сезоне победную планку удалось удержать новому наставнику команды Эдуарду Занковцу. Если год назад судьба трофея решилась в последнем матче регулярки, то в этом розыгрыше команда обеспечила себе победу еще за два матча до конца чемпионата. Это промежуточный этап. Это дает дополнительное преимущество своего поля. Но основные игры еще впереди и там уже будет совсем другой хоккей. Безусловно, Эдуарду Занковцу было важно удержать заданную планку от предыдущего наставника. В этом помогла не только команда, но и болельщики. Югорчане не только вдохновляли хоккеистов на домашнем льду, но и регулярно ездили по стране. Команда обладает хорошим подбором игроков, прекрасный тренерский штаб, хорошее финансирование. Безусловно, приятно, что родной хоккейный клуб ставит рекорды. Ставит рекорды, которые повторить будет, наверное, другим соперникам очень сложно. Но это, наверное, не главное. Это, прежде всего, подготовка к следующему этапу к штурму Кубка Петрова. В составе команды есть хоккеисты, которые были триумфаторами регулярки три года подряд. Взять, к примеру, Ивана Савчика. Он является воспитанником Югорской школы хоккея. Сейчас ему 22 года, а в копилке нашего хоккеиста есть брон за чемпионатом молодежной хоккейной лиги. Во взрослом хоккее Иван, кроме шелкового хит-трика, добился победы и в Кубке Петрова. Ну, это очень ценно, на самом деле, если, можно так сказать, переписывать историю клуба. И я считаю, что очень повезло мне, что я попал в такое время, что так сошли звезды, что я был частью тех команд, которые выигрывали регулярно. В каждом матче чемпионата на Югру соперники выходили с особым настроем. Всем хотелось сломить лидерский настрой ханты-мансийской команды. Поэтому весь сезон проходных матчей у Югры не было. Наша команда первой добыла путевку в раунд плей-офф. Да и судьбу Кубка шелкового пути могла решить намного раньше. Еще так получилось, что со многими командами играли, которые борются за зону плей-офф. Поэтому, конечно, чувствую, что все соперники мотивированы. И, как получилось в последней игре, тоже команда в Уран играла при своих болельщиках и Ростов при своих болельщиках. Как говорится, хочется хлопнуть дверью, поэтому чувствуется их настрой. И, конечно же, очень тяжело играть против таких команд. Они 100% мотивированы, да, хоть и не попали в плей-офф. Всем с победой, давайте. Одна игра. Впереди плей-офф вчера. Молодчик. В принципе, объявили, похлопали, порадовались, я не знаю, немножко, и даже денек, скажем так. И на этом все забылось. Готовимся о полных плей-оффах. Уже забыли о победе. Это очень важный момент, очень значимый момент, но не самый главный. Да, и поэтому все, и команда наша, и тренерский штаб, и весь коллектив, мы все-таки с очень большим удовлетворением и радостью вас приняли эту, этот трофей, да, но все-таки надо идти дальше. И это будет не просто, и не повод, да, победа в Кубке Шелкового пути, не повод расслабляться. Да, это момент, который нам должен еще больше настроить на дальнейшие игры. Выходить на каждую игру и побеждать, вне зависимости от того, что за этой победой будет следовать, а кубок или просто два очка. Ну и, соответственно, у нас философия у игры такая, у лидера цель одна, победа. Благодаря победе в регулярном чемпионате, Югра первая матча Кубка Петрова начнет на своем льду, а соперником будет команда Горняк УГМК, которая завершила сезон на 16 месте. Система проведения раунда плей-офф отличается от регулярного чемпионата. Турнир начинается со стадии 1-8 финала. В каждом раунде команда играет до четырех побед, где проигравшая выбывает из борьбы за главный трофей сезона. В каждом отдельном матче победить может абсолютно каждая команда, абсолютно каждый соперник. Иначе бы спорта не было, если бы команда, которая на бумаге сильнее, всегда бы побеждала, ну, спор бы просто не существовал. Сейчас в Югре нужно начать все с чистого листа. Забыть о долгом и выматывающем сезоне, который, к слову, состоял из 50 игр. Собрать все силы в кулак и нанести решающий удар для завоевания главного трофея сезона. Как говорится, до Кубка Петрова еще 16 побед. Дмитрий Пришвицин, Федор Тюменцев. Специально для программы «Больше чем новости». Это была программа «Больше чем новости». До новых встреч на телеканале Югра.